Будут готовить к самостоятельной жизни в Центре для детей с особенностями развития Дорогой Добра. Открылась полиграфическая мастерская. Здесь подростки и молодые люди будут получать начальные профессиональные навыки в области полиграфии. Ирина Сырцева была на открытии и расскажет подробнее. Последние два месяца в этом помещении на Егоровской 4 велась работа по переоснащению комнат. Впервые использовать их для занятий стали 4 года назад, когда и начал функционировать Центр Дорогой Добра. Его специалисты помогают родителям заниматься и развивать детей с особенностями развития. Если мы начинали работу, когда наши дети были совсем еще малышами, то теперь они достигли уже подросткового возраста. Некоторым из них уже по 17 лет. И естественно и родителей мы задумываемся о том, как они будут чувствовать себя самостоятельной жизнью. В прошлом году Центр расширился и теперь малыши занимаются в другом здании. А это было решено использовать для детей постарше. Три, четыре. Сейчас здесь не столы с красками и бассейны с шариками, а профессиональное оборудование, на котором уже подросшие воспитанники Центра и будут получать профессиональные навыки. Это брошюровщик. Он скрепляет на скобу различные методические материалы, которые сейчас в большом количестве стали выпускать и наши организации. Вот эта машинка, она скрепляет на пружину. Все, наверное, видели такие буклеты. В мастерских начнут заниматься 12 детей. Это подростки от 12 до 18 лет. Андрей Тружков – один из немногих, кто смог сегодня приехать на открытие. Остальные – на занятиях в школе. Вместе с мамой молодой человек с любопытством рассматривал технику. А вот смотри, есть схемка здесь. Есть бумага, видно, что бумага из-под. Вот смотри, что это означает. Есть печатные всякие машины, газеты. Здесь можно книжки делать. Печатать, да. И на миг, потом где-то режут, да? А это как серый, что-то режут. А, вот видишь, на дне словно. Он режет его. Заниматься дети будут по специальной программе. И начало занятий подопечные Центра ждут с нетерпением. В типографическом Центре есть компьютер, на котором можно писать книги, потом их печатать. Да, на сценариях можно обработать бумаги, на сценариях, можно их печатать, можно делать коллажи, можно их с этой газеткой делать. Очень счастливо и рады, что у наших ребят есть такой Центр, где они могут ходить, заниматься профессиональной подготовкой. Им нравится, им интересно. Они счастливы. Кроме непосредственного обучения, основам типографского дела подопечные смогут учиться общаться. Для этого здесь также предусмотрено помещение. Ирина Сырцева, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давич.